Аслжан Бахджанулы Аслжан Бахджанулы Жене Аслжан Ассаламу алейкум Аслжан Алейкум Хотим поприветствовать вас И задать, сразу же начать Наши беседу с мент的 карьер Расскажите, как сейчас проходит ваша подготовка ну данный момент такой хорошей форме процентов наверно 60-70 конечно еще на много чем нужно работать только только втянулся в процесс зимой перед так скажем подготовкой бою получил травму после травмы сейчас восстанавливаться долго сейчас в колью вроде вошел начали полноценно тренироваться все нормально последний ваш поединок выдался не настолько насколько мы казахстанцы его ожидали до если первые два раунда вы доминировали в целом то в третьем раунде вот этот вот злополучный удар он как бы перечеркнул все наши надежды и ожидания что в этой битве победителем станете вы насколько сложно проигрывать в таком поединке ну да поединок был такой ответственный соперник был очень сильный титулованный подготовка поединку была очень хорошая я был очень заряжен на этот поединок ну вы все видели что принципе я доминировал выигрывал его во всех аспектах переигрывал вот проигрывать конечно неприятно ну этот проигрыш меня многому много чему научил и в первую очередь тяжелое вес полутяжелый да у нас здесь один удар все решает ну много чему меня научил на самом деле проигрывать конечно неприятно но в душе так скажем да я не чувствую не чувствовал после боя себя проиграющим конечно было неприятно очень но это вот знаете не такой проигрыш вот когда тебя соперник деклассирует во всех аспектах тебя там избивался 2-3 раунда я пропустил удар сделал ошибку допустил ошибку бывает сейчас работаем над ними в следующем поединке постараемся показать лучшую версию себя вы имеете опыт уже немалый до выступлений на крупных площадках насколько сложно вообще биться за пределами казахстана для меня лично если честно за пределами намного я это вот ощутил вот на последнем турниру у нас в прошлом году в марте проходил большой турнир совместный спал моторская компания ваш прайд в т.с. я тогда вот на себе вот ощутил этот груз ответственности так сказать мне было очень тяжело вот сосредоточиться когда эти родные стены народ тебя поддерживают это очень такая большая ответственность мне намного легче драться за пределами казахстана я там больше найти сосредоточиться легче на поединок уходит там больше как от работы да как на работу до сосредоточился вышел отработал сделал свою работенку подняли руку как уехал к нам а вот в казахстане на родной земле тяжело здесь наверно больше мурашки мешают да вот эти вот что там родные близкие где-то там да конечно даже сидя в раздевалке чувствуешь прям энергетику да раздевалку приходят там родные знакомые стараются поддержать ну это все как бы и поддержка с одной стороны и радует на другой она немного отвлекает вот я помню даже момент прямо непосредственно перед выходом нашел поединок вот я стою уже все сейчас меня будут объявлять я чувствую у меня появился мандраж такой у меня коленки трясутся я не знаю я не могу собраться такой был в первый раз но потом уже когда я объявили я уже вышел на арену почувствовал зал зарядила про успешно просматривая ваши встречи чувствуется что вы всегда заряжен вы демонстрируете в своих поединках вот это вот от вас исходит та энергетика которая вот нравится зрителям да за что и мы все любим мма то есть вы бьетесь с отважным сердцем с такой вот и тот арсенал приемов который вы обладаете насколько вот он позволяет вам ставить высокие цели и стремиться в будущем выступать в UFC и самыми сильнейшими комплектами ну знаете когда начинал свою карьеру да я там не не летал где-то в облаках я просто старался да вот шаг за шагом подниматься улучшаться да вот то есть от победы к победе там от боя в бою улучшаться и соответственно там уже с каждым разом и соперники там посерьезней выходят против тебя вот от боя в бою я тренировал там каждый аспект да мы борцовская ударная техника ну в данный момент я считаю что я подрос во всех планах как и физически как и технически как и ментально вот ну есть еще над чем работать очень много там пробелов дыр знаете я в голове вот у меня образ да идеального бойца и я очень далек от этого и это вот заставляет по утрам просыпаться и работать работать нет предела совершенству и ваш случай уникален а сужан пахджанула большой спорт да профессиональный спорт кровавый спорт жестокий спорт в мир единоборств попал уже в зрелом возрасте 25 лет и сегодня пройдя вот этот путь на протяжении вот последних 7 лет да насколько вот вы ощущаете что вам где-то в каком-то аспекте чего-то не достает в той же россии соперничая с там с магомедовыми с буторинами да это ну бойцы которые с детства в мясорубке там на ковре на даянге на татаме да ну в основном россия славяда там большие традиции самбо и вольники да в основном вот они представляют представители мм а конечно же есть ударники вот вы больше наверное ударник ну знаете бои я стараюсь провести в стойке да так как это и мне больше нравится зрелищная эта техника но я не могу сказать что я там какой-то ударник высокого класса потому что в ежедневных тренировках да там ежедневные тренировки пусть будет бокс пусть будет тайский бокс да я стою работаю с ребятами поэтому так сказать базируется в этой дисциплине и мне очень тяжело они меня ну я каждый день получается отхватывает не по тяжелой так же можно сказать борцовскую технику да я прихожу на тренировку по вольной борьбе ребята там просто делают авиалинии с греплерами у меня тоже самое да я прихожу на тренировку меня там блин они мучают и душат и ломают ну работая с ними потом вот это вот все как бы это универсальный вид спорта и когда вот это все получается миксовать более-менее что-то у меня получается ну вроде результаты потихоньку показывают в скором будущем наш соотечественник ваш соратник вы представители одного клуба Евгений Егембердиев сразится с соперником с которым вы уже встречались вот лично со своей стороны что вы посоветовали Евгению Егембердиеву чисто вот по-братски по-дружески ну технически я у него есть тренерский штаб я думаю они очень хорошо и ответственно подошли к этому поединку так как титул АСА это ну очень большой огромный шанс для него заявить о себе ну я ему только могу пожелать удачи ну чтоб титул АСА был в Казахстане ну бой будет очень интересный а завтра АСА матчмейкеры они конечно постарались обратно с таким поединком я мусульма тоже знаю лично знаю лично тренеров знаю его команду ребят кто с ним тренируется и я уверен что он тоже поединку подготовиться очень хорошо нас ждет интересное интересное зрелище для вас уже который имеет опыт встреч с мусульом и Егембердиев который будет выходить под флагом Казахстана наверное все таки будете желать победы своему соотечественнику и вот какие то вот секретики чего не хватило вам и пожелать Евгению то чего хватит ему для победы ну здесь я это как у Жени нокаутирующий удар все это знают и в поединке если попадет Женя то я думаю на этом закончится поединок да а муслим он больше ярко выраженный больше борец вот здесь я думаю вот именно противостояние да боксерской школы и борцовской школы больше ну в любом случае я Жене пожелаю удачи но что нужно сделать Егембердиеву чтобы не дать пройти в ноги муслим ну тренировать защиту от проходов вот ну я думаю у него хороший тренерский штаб и они над этим аспектом очень много работали вот конечно же хотелось бы пояс чтобы у нас был в Казахстане сегодня ММА имеет огромную популярность не только в нашей стране но и далеко за его пределами как вы считаете за счет чего народ полюбил вот этот вот прекрасный вид спорта ну ММА в Казахстане да в последние годы очень сильно развивается интенсивно ну большую роль в этом сыграла конечно бойцовская либо лошпрай я даже вот просто по себе знаю будущем не профессиональным бойцом я уже наблюдал за их турнирами смотрел заочно как и знал их бойцов на тот момент да Хайрата Ахметова Хвата Наймана Махира Мамедова и Гембердиева Женю вот этих ребят и когда мне самому даже вот предложили поединок в Алашпраде это для меня было что-то знаете за грани такой ну профессиональный дебилок в лиге Алашпраде это для меня вот что-то такое ну уровень вот поэтому огромную популяризацию ММЭ в Казахстане я считаю что сыграл Алашпраде компания Алашпраде в частности президент Даниар Каскарау вот в пользу случаем тоже хочу выразить огромную благодарность мы очень большую работу проделываем помогает нам спортсменам развиваться вот сейчас вот как мы видим потихоньку потихоньку подтягивают молодежь я думаю в будущем они прославят Казахстан на мировых промоушенах Аслужан ну и вот такой вопрос да в спорте есть олимпийская система есть профессиональный спорт в олимпийской системе противников не выбираешь попался глубинец там и по сетке дальше ушел пошел до награды высшего достоинства в профессиональном спорте ситуация немного иная вот в случае если встанет вопрос биться за чемпионский пояс той же лиги ОСА с казахстанцем допустим с тем же гимбердиевым ваш ответ ну мой ответ категорически нет я мне этот вопрос не раз задавали я всегда отвечал ни в коем случае никогда ну зачем мне с ним брать во первых он 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 старший мой товарищ брат в свое время я многое взял у него в плане тренировок техники я когда начинал как профессиональный боец да я очень многому у него научился вот во первых во вторых пояс и так у нас в казахстане зачем я вообще смысла не вижу да и пусть уже не будет пояс и это вполне достаточно боя ни в коем случае может быть и не будет вот эта тенденция что молодежь сегодня уже выступает в ММА да если раньше мы все ожидали там перехода из других видов спорта в ММА то сегодня уже а ну сейчас ММА очень сильно развивается сейчас вот Алашпрадь недавно вот в Туркестане а в Чемкенте да провели турниры гран-при и при просмотре боев я помню удивлялся вот молодежи вот сейчас они уже универсала да так скажем сейчас нету таких ярко выраженных борцов ударников сейчас молодежь вот именно универсалы и я вижу что в будущем ближайшие там пять лет я думаю Казахстан еще заявит о себе на мировой арене да и и будет пояс UFC у нас все мировые промоушены еще узнают ну плохо тот солдат который не мечтает стать генералом и мы уверены что Аслжан Бахджан Ула желает и мечтает в скором будущем представлять родину сильнейшей лиги мира и насколько это реально и насколько ваши ожидания с этой лигой у меня сейчас по контракту последний бой с лигой ACA иншалла я его постараюсь провести так скажем положительно так сказать на выигрышной мотиве а потом дальше я поговорю с менеджерами с компанией посидим с Даняром Каскаровым поговорим и придем к какому-нибудь решению будем думать если это получится если продолжить карьеру в UFC или в Беллаторе почему бы и мы посмотрим ну и не можем не поинтересоваться у вас о Шавхате Рахманове который сегодня восхищается все постсоветское пространство и наверное в том числе специалисты из дальнего зарубежья на ваш взгляд в чем преимущество Шавхата почему он а другие представители Казахстана произвели фурор уже на дебютной стадии выступления Шавхат Рахманов он очень одаренный талантливый бояз плюс к этому еще и пахарь и это потихонечку да дает сейчас плоды так скажем UFC тем более дебютировал с очень сильным соперником и второй бой у него был очень серьезный соперник так скажем просто проехался по нему не почувствовал вот и иншаллах я думаю Шавхат в ближайшее время заявит о себе лучшей лиги мировой лиги UFC есть есть ну и а других казахстанцев сильнейшей лиги мира жалгаз мороз тоже очень сильные бойцы за них всей душой я болею всегда весь казахстан болеет держим кулаки и вот сейчас у них скоро бои вот вот мое мнение да вот что жала что мороз они еще не могут раскрыться полноценно показать на все что они способны вот я думаю у них все будет отлично они покажут да весь арсенал все на что они способны вот и закончат свои бои да в победной ноте вот и я очень жду их бои ближайшие буду болеть за ними вы отправились от травмы вы отошли от поражения вы сейчас набираете боевую форму прошли сбор здесь в родных стенах в Алматы сейчас отправитесь в Дагестан расскажите немного вот какие будут перед вами стоят задачи в Дагестане над какими компонентами будете работать и в целом вот в вашем пребывании в республике Дагестан ну да я собираюсь провести вот сборы в Махачкале в зале Universal Fighters под руководством тренера Расула Магене Далиева это тренер Муслива Магомедова соперник Жени Егенберге ну вот ну я сейчас этот плечу в той дате когда они уже летят поэтому пусть люди не подумают что там туда помогают сюда туда-сюда бегают ну вот там работают в целом над ММИ там ребята там очень сильные во всех аспектах как и ударные так и борцовские будем работать цель больше вот именно работать нам навариваться спарринговаться больше спаррингов вот потом уже по дате боя уже ориентироваться что да как то есть на связи со своими тренерами и уже дальше будем решать но приблизительно сегодня все казахстанцы как с нетерпением ожидают когда будет объявлена дата вашего боя приблизительно можно сказать что это сентябрь октябрь примерно да ну да мне сказали что ориентировочно это сентябрь я в этот месяц буду готовиться там уже когда конкретно скажут даты когда конкретно скажут соперники там уже а сужан вот кстати еще один очень интересный момент я слышал как вы изнурительно проводили подготовку Матомедову то есть вы ожидали вот это вот дата боя постоянно был срыв вы держали себя в тонусе вы как бы мы знаем такой процесс весогонки то есть вот эти вот держать себя в тонусе это арки сложная задача но тем не менее вы приняли вызов вы вышли на тот бой хотя там были вот с датой такие определенные качели да ну да на тот момент я так скажем там вот да боя меняли у меня и своего опыта немного не хватило да ну немного нормально там я там такой перетренированный можно сказать вышел на поединок ну как я всегда говорю да в проигрышу он меня многочему научил после этого я понял свои и технические ошибки и в подготовке уже я скажем исправил кое-какие недочеты которые допустил где-то у меня так скажем помогло мне стать лучше да там были свои нюансы нюансы на технике мы желаем вам успехов и исключительно побед в октагоне рахмет что согласились ответить на наши вопросы уважаемые друзья с нами был Аслжан Бахаджан Улы боец за которого мы всегда болеем переживаем который демонстрирует всегда зрелищные бои и от которого всегда мы ожидаем только побед подписывайтесь на социальные сети Алаш прайд ведущей компании будьте в курсе спортивных событий болейте за казахстанцев Аллах Казахстан и и и и